Нехватка питьевой воды. Самый острый вопрос для жителей засушливого Заволжья. Участие в федеральной программе. Чистая вода отчасти решит эту проблему. Так, новые водопроводные сети будут проложены возле поселка Ильтон Паласовского района. И другие населенные пункты также уповают на средства федерального и областного бюджетов. А пока приспосабливаются, как могут, к отсутствию оживительной влаги в достаточном количестве. Из Паласовского района репортаж Анжелики Антепиной. За колесом от КамАЗа единственный источник воды на всякий пожарный. Здесь, в Ромашках, Паласовского района, такие случаи даже привычны. Но полагаться на резервный колодец сложно. Это еще прохладно. Будет чуть потеплее, пожарче уже. Воды не будет. Насосы подключат. Потому что все насосы пользуются. Огороды поливаются. Питьевая вода в домах с волноватым привкусом. Но лишь бы была, говорят местные жители. Ромашковский водовод был построен еще в 80-х. Его протяженность от очистных сооружений до поселения около 30 километров. Износился настолько, что вода стала сезонным удовольствием. Зимой у нас заморозилось. Трубы у нас воды не было. Мы без воды сидели. Мы ходили в ту колонку всю зиму. У нас, во-первых, ребенок маленький. Мы всю зиму мучились его и не скупать, и не вещи постирать. Вода здесь самый ценный ресурс, причем в буквальном смысле. За месяц селянам приходит счет в среднем на полторы тысячи рублей. Единственный выход установить счетчик. Ведь трубы в ромашках рвутся каждую зиму. Для того, чтобы устранить такие аварии, нужна техника, которой у поселковой администрации нет. Порывы, да, бывают и такие, что зимой прямо на эту трассу мы ездили, даже искали порывы. Вот верхом на лошади эти порывы. Лошадь не могла пройти. Ну, мы пешком находили, но и к весне только устраняли эти порывы. Федеральный закон предписывает местным главам самим отвечать за состояние внутренних водоразводящих сетей. Об этом в отдаленных ромашках, конечно, знают, но никакого сельского бюджета на это не хватит. Вся надежда только на участие областного бюджета и вхождение в федеральную программу «Чистая вода». Туда включили, например, соседнее поселок Эльтон. Анжелика Антипина, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба» из Палацовского района. Анжелика Антипина